Экономист, фармацевт, актер. Профессии тысяч. Каждый из них интересно по-своему. В проекте «Кто ты?» мы расскажем о профессиях и мифах, которые их окружают. Здравствуйте, меня зовут Антон Ударьевич, я ветеринарный врач клиника. Ветеринарный врач занимается лечением животных, как крупного скота, так и мелких домашних животных. Но на этом вся работа не заканчивается, потому что в первую очередь для меня, как для врача, который занимается лечением мелких домашних животных, это еще и работа с людьми. Они приходят к нам за помощью, они в таком состоянии, грубо говоря, когда они не знают, что делать. Они боятся, они напуганы, там чаще всего у нас клиника позиционирует себя как ортопедическое, онкологическое, и к нам чаще всего поступают экстренные животные. И люди, находящиеся в таком шоковом состоянии, они, конечно же, дестабилизированы, и лечение животного начинается только в тот момент, когда мы уже находим общий язык с владельцем, и убеждаемых в том, что мы должны оказывать помощь именно сейчас, и они уже тогда нам доверяют и полностью располагают к нам. Ветеринарный врач занимается лечением животных, и зоотехник, ну, как правило, это работа в колхозах, они занимаются выращиванием животного, кормлением и содержанием. Вот, это такая значительная, отличительная черта. Ветеринарное образование можно получить у нас в Витебске, если мы говорим о высшем, и в Горках. Ветеринарные врачи проходят тактику прежде всего в колхозах, потому что, как бы, вот эти заведения, которые мы заканчиваем, они позиционируются как сельскохозяйственные. Вот, и особого наклона в сторону лечения мелких домашних животных там нету. Вот, и когда человек заканчивает такое учреждение, он начинает задумываться, хочу ли я оставаться там на лечении крупных животных, или я хочу уходить в мелкую ветеринарию. Вот, и тогда уже начинается совсем другое, тогда уже начинается повышение квалификации самим человеком. То есть, это всевозможное участие в вебинарах, это посещение всяких мероприятий, направленных на повышение квалификации. Вот, как бы, там уже человек сам начинает обучаться. Ну, первая операция у меня была еще в Академии в Витебске, когда я учился, это была стерилизация кошки. Вот, ну, соответственно, там и руки тряслись, как у большинства людей. Вот, но боязни крови не было. Ну, были случаи, когда там и в обмороке падали, но у меня такого не было. Но очень интересно просто работать с животными, особенно с кошками, потому что там все как по книжке. Там все мышцы, все вот это вот видно очень хорошо и интересно. Ну, это палка о двух концах. Как бы, любить, это уже дело каждого. Если сильно эмоционально относиться к проведению лечения, допустим, даже экстренных этих ситуаций, не всегда они заканчиваются благополучно, как и в медицине, как и везде. Если врач очень сильно любит и очень близко к сердцу принимает все это, соответственно, очень эмоционально большая нестабильность происходит, и можно быстро перегореть. Но я как владелец животного тоже, ну, я их люблю, вот. И когда я на работе, я стараюсь вот эту вот функцию свою отключать и мыслить только как врач. Да, грумером-грессировщиком можно стать с образованием даже какого-нибудь сантехника на самом деле. Вот, просто если вдруг случилось так, что захотелось уйти немножко в другую степь, если уже там есть ветеринарное образование какое-то врача, то лишним оно в любом случае не будет. Можно будет там более точно понимать какие-то процессы, вот, связанные там с... Со стрижкой животных, у которых, допустим, есть какой-то дерматит наружный. Мы видим, что есть какое-то раздражение там, или это просто какая-то инфекция развивается. И грумеры, соответственно, тоже. Они стригут, они это видят, вот, и могут различить некоторые, некоторые даже лечением занимаются, вот. Но, скажем так, лишним просто это не будет. И образование врача не мешает заниматься другим делом. Ну, сложнее всего лечить это нестабильных животных, особенно после ДТП. Вот, мои самые любимые, это критические пациенты. Вот. Это очень сложно, но это очень интересно. Как бы, они всегда, они, за счет своей нестабильности, картина, которая протекает сейчас, она может резко поменяться. И все вот это мы должны учитывать в соответствии с течением патологического процесса какого-то. И уже делать все возможное, чтобы избежать плачевного результата. Самый сложный случай был, это когда мы оперировали в 3 часа ночи льва. Да, у нас был на приеме лев, первый раз его привезли. Мы его забрали ночью, соответственно, мы его занаркозили в зоопарке, где он находился. У него там были проблемы со спиной, он перестал ходить. Мы его там занаркозили, привезли ночью, соответственно, чтобы если он вдруг проснется, чтобы он ни на кого-то не напал. Вот. Мы провели диагностику, поставили ему диагноз и назначили день операции. Соответственно, также мы его привезли в клинику ночью и оперировали до 4 утра. Вот. Это было действительно сложно. К нам присоединился человеческий хирург, не, человеческий нейрохирург. Вот. И с нашим неврологом они оперировали кота, льва. И мы там ассистировали. Было довольно-таки сложно, длительно, но в итоге это привело к положительному результату с течением времени. У нас есть отделение реанимации интенсивной терапии, где есть клетки, где они содержатся. Вот. У нас есть животные на длительном лечении, некоторые там на неделю, на две даже остаются. Вот. Соответственно, ну, это как палата в больничке. Утром процедуры, вечером процедуры, капельницы, антибиотики там и так далее. И, да, наверное, это можно назвать так. Ну, навряд ли, потому что если мы выпустим этих животных в дикую природу, навряд ли они там выживут. Поэтому они не знают другой жизни. И то, что человек обеспечивает их едой, уходом, для них это, я думаю, что хорошо. Ну, разбежки большие. В колхозах, может, там, от 300 рублей получают, там, в клиниках, там, до 2000 долларов. Тут сложно сказать. Чтобы было меньше таких ситуаций, когда ты не можешь помочь, нужно полностью отдавать себя этой работе. Вот. По-другому не получится. По-другому не получится.